Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и сегодня у нас четвёртый этап Tour de France 2019 в Procycle Manager 2019 точно так же. Итак, четвёртый этап, исключительно спринтерский, довольно-таки затяжной, однако в моей интерпретации получится достаточно коротким. Почему? Да потому что вы сейчас можете увидеть профиль в правом нижнем углу, и что здесь снимать за команду Team Innos. Буквально нечего, ибо команда у меня полностью заточена под генерал, я не взял ни одного спринтера, самый лучший, скажем так, финишёр у меня Михаил Квитковский, однако сейчас он одет в жёлтое, и никаких безбашенных атак я за него предпринимать не буду, поэтому вы видите, как я распределил ресурсы, которые имелись у меня перед этой гонкой, и, как по мне, ролик получится безусловно коротким, однако самое главное это просто спокойно пересечь последний подъём, а там уже главное не потерять генеральщиков из общей группы, чтобы никто нисколько не проиграл. Ну что ж, давайте попробуем сейчас оказаться где-нибудь поближе уже к финишу, да, вот здесь самое то, и 15,5 километров, до конца подъёма 1 километр, все мои ребята в сборе спокойно держатся, ну да, выпадают некоторые иногда там в группке от вала, однако это ничего страшного, всё равно мы все догоним общую группу. Итак, 10 километров до финиша, я попробую, безусловно, проспринтовать за Квитковского, однако, ну, мало шансов на итоговый успех, отъезжала у нас некая группка, в которой был Паскаль Аккерман, безусловно, их нельзя было отпускать, и мы их, собственно, и догнали. Что же, 6 километров до финиша, Квитковский постепенно выходит вперёд, остальные мои ребята держатся в общей группе, мне нельзя их никак потерять, ибо, ну, глупо будет потерять вот так вот одного даже из своих капитанов. Остальные-то ладно, бог с ними, не велика потеря, как раз-таки больше будет возможности работать на команду, не будет никаких личных интересов. Что же, пошёл Сэм Беннет из команды Вора Хэнс Гроя, не рановато ли, вот у меня вопрос. Тем временем у моих ребят начинает работать гель постепенно, у Квята и у Биг Джи он уже включился, Берналь немножечко запаздывает. Что же, мои ребята пока что пойдут на 90-м, выходит уже и Юмба Висма, и как я вижу, на колесе у ребят из Бора Хэнс Гроя сидит представитель Декёни Квикстеп. Квята пошёл спринтовать, остальным ребятам всем также проставляем, мне тут не важно, главное, чтобы все доехали без разрывов, ибо группа немножечко растянулась, и бог знает эту игру, она ещё, возможно, возьмёт и даст кому-нибудь какое-либо отставание. Что же, кто выиграет, Грунвеген, Гавирия или Вивьяни? Гавирия, Грунвеген и Вивьяни. Хм, по-моему я в таком порядке и сказал. В следующий раз скажу Квитковский, Берналь, Томас, пускай вот так вот будет. Что же, Михал заезжает двенадцатым, неплохо, какие-то очки он получит, обогнал, между прочим, Калиба Юэна, а это уже хоть какой-то, но, результат. Что же, спринтерский этап прошёл спокойно, без всяких напрягов, немножечко я опять потерял дело на Ван Барле, но, ну, у меня с ним старая, скажем так, дружба. Что же, дожидаемся всех, ребят, на финише и смотрим на результаты. Тут даже без всякого монтажа мы посмотрим. Итак, Гавирия сегодняшний победитель. Квята двенадцатый, немножечко, кстати, проиграл Сагану. В генеральной классификации ничего не меняется. Квята Хаас Тёйнс, Верналь, Маскон, Роу, Пулс, Томас, Кастер, Вьехо. В спринтерской майке лидирует Фернадо Гавирия. В Гороховой Энрико Гаспаротто. А в молодёжной Эган Берналь и Джани. Маскон. В командном же зачёте Тим Инос возглавляет сейчас этот зачёт. Ну что же, пятый этап у нас будет достаточно интересным. На нём мы попробуем проатаковать, если кто-то из моих капитанов будет в состоянии, соответственно, это сделать. Но! Это будет только завтра. А пока что, с вами был я, Николай. Друзья мои, да, ролик короткий, но я надеюсь, что он вам понравится. И вы придёте ещё раз. Ну а пока... Пока-пока, друзья мои.